Полный комплект для проверки НАБУ собран на этой неделе. Третьим в группе аудиторов бюро стал Павел Жибривский. Теперь впервые за три года может состояться внешнее оценивание работы Артёма Сытника и его детективов. Чем это грозит Сытнику и кто ещё будет проверять НАБУ, посмотрите далее. Ревизоры в комплекте. На этой неделе президент назначил аудитора НАБУ по своей квоте, тем самым завершив набор. Им стал Павел Жибривский, в прошлом успешный бизнесмен, ставший чиновником. Последние три года он возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. До этого имел отношение к правоохранительным органам, почти полгода руководил одним из управлений генпрокуратуры, боролся с коррупцией должностных лиц. Теперь будет проверять, как борются с коррупцией в НАБУ вместе с Михаилом Буроменским и Владимиром Василенко. Буроменского по своей квоте назначил Кабмин ещё больше года назад, к слову, проявив наибольшую пунктуальность. В правительстве проверять бюро доверили украинскому юристу с научными званиями. До этого он успел поработать судьёй Европейского суда по правам человека, сейчас Буроменский – глава делегации Украины в антикоррупционной группе государств Грека. Василенко – ставленник парламента. Кстати, назначение аудитора НАБУ в Верховной Раде превратилось в полуторагодовую эпопею со скандалами и взаимными обвинениями. Сперва депутаты не смогли выбрать достойного из двух кандидатов – американца Роберта Сторча и британца Найджела Брауна. Голосование провалили. Не выдержав украинских политических игр, свою кандидатуру на эту должность сняла и Марта Борщ, известный американский юрист. В результате две недели назад нардепы проголосовали за Владимира Василенко – украинского юриста, специалиста в сфере международного права. Он был судьей международного трибунала по бывшей Югославии, представлял Украину в Совете ООН, а также при ЕС и НАТО. Итак, теперь эта тройка должна мониторить работу Национального антикоррупционного бюро и решать, насколько эффективно оно работает. Они будут иметь доступ к расследованиям, проводить собеседования с сотрудниками, при этом хранить в тайне все, что узнают. А вот первые отчеты аудиторов обещают к концу этой осени и по итогам их работы могут даже уволить директора НАБУ. Субтитры создавал DimaTorzok